Самокат Для тех, кому надоело обычная езда на самокате, предлагаем устроиться поудобнее возле экрана и послушать украинских прорайдеров Здоров, ребята! Привет! Алло! Опа! Как вас зовут, ребята? Что сегодня нам расскажете? Назар Славик Олег Мы катаемся на трюковых самокатах и сегодня мы будем гасить трючки! Погнали! Трюковой самокат – это вид спорта, которым сейчас много занимается молодежь. И это достаточно прогрессивный вид спорта, то есть качаются почти все группы мышц. Также это увлекательно и красиво выглядит. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Занимаются самокатом больше в Европе и в Америке, потому что там больше скейтпарков, и для этого сделаны все условия. В Украине трюковым самокатом уже занимаются примерно на протяжении 10 лет. Мне кажется, что в Украине много людей катаются на самокате, потому что это достаточно недорого, то есть дешевле, чем BMX. Но красивее и дороже, чем скейт. На трюковом самокате я катаюсь уже на протяжении полтора года. До этого занимался плаванием и баскетболом. Я, когда был маленьким, увидел видео, на котором чемпион мира по самокату делает очень красивые трюки. Мне это очень сильно понравилось, и я попросил маму на Новый год мне подарить самокат. Мне действительно в этом спорте нравится то, что он достаточно легкий, красивый. Этими трюками можно поразить много людей. Узнал я, увидел во дворе, как чуваки катаются. Мне стало интересно. Я тогда взял такой, даже не трюковой самокат, чисто что-то попробовал. Потом на день рождения купили мне первый мой трюковой самокат. Ну и уже так начал. Мне увлекает драйв, то, что ты делаешь трюки. У тебя прям такое ощущение, прям вау, когда ты сделал трюк. Я пять лет назад увлекся самокатом. Я до этого катался на роликах, на скейтбординге, на БМХ. Но почему-то самокат, по большей части, меня больше вдохновил. Также, по большей части, это мои друзья. Повлевляли на это, потому что все переходили, и всем тоже хотелось, и как бы быть в компании. Так получилось, что я из компании последний остался, потому что это как-то больше всего мне понравился этот спорт. Раскольжение, баланс, и мне больше всего именно это затянуло в самокате. Да и это было такое новое движение, и развивать новое движение как-то больше хотелось, чем уже быть старым. Есть два вида катания. Это стрит, то есть, когда не используется скейт-парк. Перилы, грани, флэт. И парк. То есть, там есть квотеры, подкаты, спайны, поролоновые ямы, флайбоксы, мини-рампы. Я катаюсь стрит, потому что, ну, это больше атмосферно, как бы. Когда ты там прыгаешь с всяких ступеней, когда ты делаешь скольжение по всяким перилам там. Ну, для меня это более интересно. Парк пробовал. Катался год в парке. Потом понял, что не мое, все-таки перешел в стрит. По большей части я что-то наподобие между стрит и плаза. И кататься на улице, но и иметь аспекты плаза. То есть, вот эти все балансы, скольжение, техничность. Когда вот перелетаешь что-то с каким-то грэпчиком, то есть, держишь за доску и летишь куда-то, тоже очень большое удовольствие приносит. Самокаты есть разные. Для новичков лучше брать какой-то комплит. А для плюс-минус хороших райдеров надо собирать какой-то кастом. Они могут быть легкие, то есть в парк, и потяжелее. Лучше в стрит. В Украине есть достаточно много школ для самокатинга. Вы можете туда прийти и попроситься на занятия. Вас может взять тренер и научить вас чему-то. Сначала занятием проводится разминка. Потом узнается уровень ребенка. После этого начинаем задавать какие-то конкретные трюки. Мне кажется, что лучше кататься с человеком, который уже умеет кататься, так как он может помочь в выполнении трюка, исправить какие-то недоработки. Изначально я катался у себя во дворе, потому что никуда не мог ездить, потому что я был маленький. Меня никуда не пускали. Но и там я смог научиться трюкам. Я начинал кататься зимой. Мне очень это нравилось. Я научился пару трюков, очень легких. И посмотрел, как другие люди катаются. Попросил что-то помочь. И они мне начали помогать. В итоге я сейчас достаточно хорошо катаюсь. Мои друзья, которые вместе со мной катались, мы катались на одном уровне. И вместе пытались учиться трюкам. Мы вместе катались. Смотрели какие-то видео, как что делается. У меня трюки выходили достаточно быстро. И как-то так выходило, что я пережал своих друзей, с которыми начинал кататься. Сначала, на самом первом, я пробовал просто прыгнуть, с какой-то бровки съехать. Когда уже купили первый самокат, я уже начал пробовать что-то посложнее. Типа каких-то трюков первых. Учился сам. Начинал, когда мало кто катался, еще тогда в Киеве. И, в принципе, учился чисто интуитивно. То есть, вот что-то увидел, примерно интуитивно понял, как это делается. И начал. Что-то увидел у кого-то. У первых, ну, чуваков, которые начинали кататься. Что-то увидел в видосах. Ну, и примерно вот как-то так учился. Первые трюки, ну, учил долго. Там, самые банальные базы я учил, там, месяцами бывает. Потом, когда выучил базу, уже как-то начали появляться чуваки, которые катаются. Ну, и начал уже видеть и понимать, какие мне трюки учить дальше. Кто-то мне подсказывал. Ну, и вот так уже дальше было лучше, удобнее, быстрее. Приходилось нам с другом самому как-то смотреть все эти видео. И самому как-то стараться что-либо делать. Мы потом понимали, что мы не делаем трюк правильно. Потом мы учились его переделывать. И потом это занимало еще много времени. А сейчас как-то у всех новичков, у них есть тренера, опытные люди, которые могут им все подсказать. Поэтому стаж катания наш более ценен, потому что мы все это дело понимаем. И можем уже быстро научить новичков. Сложностей было много. Такие, как страх запрыгнуть на что-то. Удариться передним колесом при прыжке, допустим, на ту шибровку. Или спрыгнуть с какой-то высоты. Или когда падаешь с самоката, страшно разбить колени. И без этого не обходилось. Было много трудностей. Было страшно прыгать с каких-то высот больших. Было страшно того, что ты упадешь, себя травмируешь. Было страшно приземлять трюк, потому что ты боялся, что ты там ускользнешь, упадешь, получишь травму. Было больно. Часто было больно. Самое сложное в самокате. Кто-то спокойно может крутить по несколько трюков за раз, но не может сделать то, что другие люди просто за день спокойно научатся. Тут уже просто все зависит от человека. Ну, лично у меня, из-за того, что просто тяжелый самокат, мне просто трудно делать несколько трюков от этого времени, как, например, делают люди в парках, когда вот раз, два, три, четыре, так вот много переворачивают самокаты. Мне это сложно делать. Мне это и не нравится, мне это сложно, мне это не интересно. В Украине есть очень много мест, где можно покататься, потренировать, потренироваться. Те же скейт-парки. В каждом городе, я думаю, есть скейт-парк. Мое любимое место для катания – это скейт-парк на Левобережной, потому что там грамотно построены фигуры и очень атмосферное место. Люблю кататься на почтовой площади. Там ступеньки, граньки, перилы. Также люблю кататься на Олимпийском, вот в этом парке. Он, в принципе, такой маленький, но там очень удобно учить трюки. Мне больше нравится кататься с друзьями, потому что у тебя есть какой-то стимул – показать кому-то что-то. В Украине проходит достаточно много соревнований, такие как стрит-джемы и контесты. Контесты в большинстве проводятся в парке, а стрит-джем, понятно, в стриту. Я участвовал во всех соревнованиях, кроме последних. Мне нравится принимать участие в соревнованиях, потому что можно показать свой уровень и выиграть какие-то призы. За три года я принимал участие в практически всех соревнованиях, контестах, стрит-джемах. Занимал один раз первое место, так занимал второе и еще третье. Участвовать в соревнованиях круто, потому что ты можешь посмотреть на других чуваков из разных городов, может быть, даже из разных стран, которые умеют что-то, может, лучше тебя. Ты можешь показать, что ты умеешь. Самое первое было года три назад. Это был самый первый стрит-джем в Киеве. Мне очень нравится принимать участие в соревнованиях, потому что на призы мне абсолютно все равно. Дело стрит-джема в том, что ты смотришь на людей, которые ожидают от тебя что-то невероятное. И когда ты делаешь, все просто орут на всю площадь. И да-да-да-да-да-да! И от этого ты получаешь огромный адреналин, огромный кайф. Надеюсь, вам понравилось. Катайтесь вместе с нами. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok